наслаждайтесь искусством дома с премиальным брендом бытовой техники кассарты кассарты гармония технологии и стиля вот если мы считаем что наша система расчетов да с дружественными странами это там человеческое тело то у него тромбоз товар рыночный интерес он всегда найдет свой путь теоретически звучит красиво практически это нереализуемо ну ты рассчитался в мире получил доход в лирах ну и что и ты разорился потому что она обесценилась на 40 процентов к этому надо готовиться потому что это во первых будет довольно резкое торможение сразу экономики пока к сожалению нет никаких признаков того что инфляция замедляется и это основная опасность текущего года 61 миллиард долларов только страна сша это половина военного бюджета российской федерации всего бюджет это создает очень плохой прецедент с точки зрения международного права финансовой сфере упрощенный налоговый режим они будут подвергаться такому внимательному рассмотрению 25 как мы видим уже без повышения налогов не обойтись привет это порп сток я антон жилнов рад видеть вас наших зрителей нашего сегодняшнего героя михаил задорнов экономист банкир и бывший министр финансов михаил михалыч добрый вечер добрый вечер мы выходим 4 мая как раз у вас день рождения так что поздравляю вас с этим днем спасибо михаил михаил первое я хотел спросить про внутреннюю ситуацию в россии экономическую сегодня несмотря на высокую ставку центра банка 16 процентов мы видим что люди клетита ютс и кредит ультса кредитование растет может ли это привести к тому что просто в какой-то момент люди не будут выплачивать кредиты и вообще это может привести к трудностям с платежом по кредитам хороший вопрос во первых все-таки темпы роста кредитования сберляются акция все-таки же не растут Нет, кредиты растут, но просто не тем темпом, как в прошлом году. В прошлом году одинаково, что кредиты людям, что кредиты предприятиям выросли примерно на четверть за 23-й год, и особенно ипотека, поскольку льготная ипотека, все стремились получить этот процент. И сколько ЖК понастроили по всей стране. Да, и более третий был прирост выдачи именно ипотечных кредитов. Вот падает как раз в 2024 году по первые четыре месяца именно выдача ипотеки, примерно на 20% сократились. А все остальное, то есть потребительские кредиты, особенно автокредиты и кредитование предприятия продолжает расти, не тем темпом уже. То есть я думаю, что где-то 12-15% это вполне реалистичный в этом году рост. Хотя и правительство, и Центральный банк ожидали меньших темпов роста. Все-таки и так рост замедляется. Но никаких проблем с просрочкой именно у физических лиц, то, что вы спросили, нет. Но они могут возникнуть эти проблемы? Вы знаете, нет. Все-таки по нашему опыту, когда возникают проблемы на российском рынке? Либо когда какой-то совсем такой жесткий кризис, 2008 год, 2014, 2013-2014, когда совсем резкое колебание рубля. Да, в 98-й тогда уже банки не были в таких объемах кредиторами экономики. Они все-таки как бы жили немножечко отдельно от экономической системы. Но безработица. Вот если безработица, тогда люди гораздо хуже или вообще перестают платить по кредитам. Сейчас, когда безработица фактически меньше 3% у нас, и люди, прямо скажем, не ощущают, что у них может быть какие-то проблемы с работой, люди сейчас достаточно спокойно смотрят с этой точки зрения в свое будущее. Мы не прогнозируем серьезного роста просрочки. Более того, если мы возьмем, собственно говоря, просрочку как долю всего кредитного портфеля физлиц, сейчас она составляет порядка 4%, это исторически достаточно низкий уровень. Так что у предприятий отдельных, в отдельных отраслях может возникнуть проблема с погашением кредитов, но это не коснется физических лиц. Скажите, а вот из-за ограничений и вторичных санкций сокращается импорт, при этом спрос на импорт здесь растет. Вот это может привести к какой-то сложности, к инфляции? Ну, смотрите, во-первых, если мы возьмем данные по платежному балансу, АЦБ их публикует, и сейчас уже есть оценка первого квартала, то основной рост импорта все-таки пришелся опять-таки на 2023 год. Это был как бы такой восстановительный импорт, то есть в 2022 импорт резко упал, а в 2023 уже, найдя все обходные каналы или просто люди стали вновь активнее потреблять, импорт вырос. Так вот, ни в этом году, в 2024, ни в 2025, в абсолютных размерах импорт как раз не растет. Он примерно на том же самом уровне остается. А, соответственно, спрос удовлетворяется каким образом. Все равно мы видим же реальные закупки по импорту всего, вот бытовой техники, авто, соответственно, туристические услуги. Они, кстати говоря, тоже в 2023 году подскочили. Сейчас рост в пределах 10%. Поэтому нельзя сказать, что какой-то гигантский, но небольшой рост импорта, небольшой. И как раз здесь скорее обратное влияние. Когда импорт замедляется, то, по сути, это позитивно влияет на курс рубля, потому что экспорт у нас остается достаточно устойчивым, тоже такой небольшой рост. Импорт стабилен, значит, курс более или менее устойчив. А вот как раз если импорт растет, то это больше спрос на валюту, это негативное влияние на курс. И вот это влияет на инфляцию. То есть, когда мы видим, ну, например, 10% обесценения рубля, я говорю это так условно, с 90 до 99, вот это 1% роста инфляции. 10% обесценения рубля, это, считайте, что через полгода у нас 1% роста инфляции. То есть как раз сдерживание импорта, это для инфляции позитивно, поскольку рубль чувствует себя более или менее устойчиво. А для людей, которым остается меньше возможностей просто тратить деньги на что-то, покупать этот импорт, это не плохая ситуация для экономики внутри? Ну, вы знаете... То есть когда деньги есть, а предложения с той стороны... Люди все равно так или иначе находят, как удовлетворить этот спрос. Это экономика, она все-таки у нас, слава богу, остается пока еще открыта или полуоткрыта, что точнее. И человек совершенно сознательно выбирает тот товар или тот путь его поставки, который ему ближе. Он все равно найдет эту услугу. Вы правы в том, что возможно это будет несколько по более дорогой цене, но это уже проблемы как раз именно логистики. И человек, если он может себе позволить этот товар, соглашается на более высокую цену. Но, как правило, это все же, может быть, рост цены на конкретные импортные товары, которые сложно доходят в страну. Но за два года цепочки поставки практически любых товаров в Российскую Федерацию, они уже отложены. Ну вот смотрите, про цепочки и поставки, которые отлажены. Да, мы видим новости постоянные, ну может это не касается там бытовых, розничных товаров, но касается других сфер уж точно, но и, возможно, и розничных, бытовых товаров тоже коснется, что пытаются ввести вторичные санкции в отношении тех стран, которые сотрудничают с Россией, которые как раз используют этот параллельный импорт и провозятся этот параллельный импорт через них. Насколько здесь опасная ситуация? Вот мы сегодня видели новость Wall Street Journal, написал о том, что США пытаются надавить на Китай и китайские банки, чтобы они не проводили транзакции, связанных с Россией. Насколько вот это может повлиять на тот же импорт? Хороший вопрос, но давайте здесь всю картину рассмотрим. Сейчас США, европейские страны, Япония, Южная Корея, Австралия, всего 40 стран. 40 стран достаточно согласованно применяют санкции против России, если мы говорим о товарах. Это определенный набор, около тысяч уже сейчас товарных групп. А у нас, также в мировой торговле, есть так называемые коды ТНВД. Вот есть код, например, чашки сервизы. Несколько значений, код, по которому все определяют, что вот эта товарная группа заводится. Так вот, за уже два года санкций все эти 40 стран, прежде всего под общей координацией американского Минфина, они согласовали, сейчас уже нет больших расхождений, на 95% вот эти товарные группы совпадают. Так вот, что это за товарные группы? Конечно, это в основном продукция просто оборонная, это продукция двойного назначения, так называемая. Иногда это те товарные группы, которые явно выступают конкурентом американской продукции. Ну, например, жиженый природный газ, то есть конкретные санкции по производителям и компаниям, которые это делают. Но потребительские товары в минимальной степени попадают, соответственно, в этот перечень. Не чашки с блюдцами? Чашки с блюдцами вообще не попадают. Что попадает? Конечно, это люксовые товары, вы знаете, что Европа, США не поставляют товары, которые они относят к этой категории. Категории роскоши это от 100-200 долларов за товар? От 300 евро за 300 евро. Но ясно, что есть определенные просто категории. Есть планка, которые, правда, тоже не очень соблюдаются. Какие-то страны наложили ограничения на поставки вина, опять-таки, или каких-то дорогих продуктов в Российскую Федерацию. Но ни бытовая техника, ни, соответственно, широкий круг потребительских товаров, ни продовольствие, они под эти ограничения не попадают. Поэтому, когда мы говорим, что расчеты замедляются, все-таки это расчеты в основном за поставки промышленной продукции или тех групп, которые попали в санкционные списки. Но это не потребительские товары, население затрагивает все-таки в меньшей степени. Что затрагивает население? Это то, что те самые товарные цепочки, то есть товары из Европы, которые не затронуты санкциями, товары из, скажем, азиатских стран. Все-таки мы в Японии, в Южной Корее тоже большие товарные группы закупаем. Вот эти цепочки усложнились и логистически просто в Россию стало привозить дороже. Это, соответственно, влияет на цену товара просто из-за его удорожания в силу сложных логистических. Потому что чайник едет теперь не напрямую, а через... В Турцию, Казахстан, Китай и, соответственно, увеличиваются все цепочки поставок. Если говорить про более глобальную штуку, нефть. Вот опять же, я прочитал сегодня сообщение о том, что Индии из-за того, что она является покупателем российской нефти, очень много претензий со стороны Запада. И Запад тоже хочет ограничить и пытается надавить на индийские компании, прекратить, соответственно, закупку российской нефти. Насколько вообще вот этот серьезный США-Китай, то, о чем я вас спросил, когда пытаются транзакции... Ну, окей, в сфере промышленности, но те... В сфере подсанкционных товаров. Да, ну вот, есть давление на Китай, есть давление на Индию. Насколько всерьез это может быть давление сработать там? И к чему это может привести? Ну, смотрите, вы начали с нефти, распространили на все товарные группы. Во-первых, наша внешняя торговля за последние два года драматически изменилась. За 22-23 год. Еще в 21-м году у нас примерно 40% всего импорта и экспорта, то есть нашим основным торговым партнером, была Европа. Китай занимал менее 20% во всей нашей торговле. Я суммирую экспорт-импорт. На конец 23-го года что произошло? Китай ровно 33%, одна треть всей торговли Российской Федерации. Затем идут две страны, которые примерно 10% нашего товарооборота. Это Индия, чистый покупатель нефти и нефтепродуктов. И Турция, которая, кстати говоря, по импорту даже больше нам поставляла, чем, соответственно, мы в Турцию. Поэтому вот три страны. Китай, Индия, Турция. Затем мы берем Евразес. То есть Белоруссию, Армению, Киргизию, Казахстан. Это еще примерно 15% нашего товарооборота. И дальше уже Эмираты, другие страны Ближнего Востока. Это уже относительно небольшие объемы. То есть у нас, по сути, если мы берем Евразес как одного торгового партнера, то, по сути, у нас получается четыре основных торговых партнера. Это к чему ведет? К тому, что, видя эти данные товарных потоков и финансовых потоков, соответственно, те же самые американцы или европейцы, они видят узкий достаточно круг торговых партнеров России и финансовых расчетов, по которым они начинают прецизно отрабатывать всю эту ситуацию. Но можно одновременно констатировать то, что ведь все страны не поддержали антироссийские санкции. То есть, получается, их поддержали 40 стран. Да, это 60% может быть мирового ВВП. Но остальные их не поддержали. Они продолжают закупать целый ряд подсанкционных российских товаров. Они получают определенный доход от этого. Они покупают или покупали российскую нефть с достаточно большим дисконтом. Они перерабатывают и поставляют на, допустим, европейские рынки уже свою нефть, а используют российскую. То есть, это нормальные торговые отношения. Поэтому, хотя, в общем-то, сейчас проще отследить, может быть, наших основных торговых партнеров, но, тем не менее, санкции они не поддерживают, ища, безусловно, свой интерес. Поэтому давление на эти страны будет продолжаться. Но они же не только российскую нефть покупают. Не является секретом, что Китай покупает точно так же иранскую нефть. Она вообще находится под санкциями Совбеза ООН. Турция покупает нефть сирийскую. То есть, есть такие, скажем так, серые поставки. Россия здесь не является первооткрывателем. Мы здесь просто в силу своих объемов достаточно большую роль играем. И эти же объемы играют в нашу пользу. А именно, вы когда сказали, что на нашу нефть наложено ограничение, это не совсем так. Это не ограничение. Установлен потолок. 60? Цены именно 60 долларов за баррель. Российская нефть, она не должна продаваться дороже. Но нефть это такой товар, конечную цену которого отследить очень сложно. То есть, даже когда эта мера вводилась, многие специалисты говорили, что ее выдержать до конца невозможно. И не все будут придерживаться этой цены. Это все-таки тот товар, который можно смешать, заменить другого не до конца, так сказать, отследить сам по себе, саму цепочку поставок. Поэтому рискнул сказать, что будет с переменным успехом все-таки продолжаться эта торговля, потому что также, прежде всего, американцы заинтересованы в том, чтобы российская нефть была на мировом рынке. Почему? Мы по-прежнему, почему я так уверенно говорю, вот уже прошло почти полтора года с вот этого потолка на цену российского экспорта нефтяного, но мы как добывали, мы там отдельно месяца до 11 миллионов баррелей в день нефти добывали. Вот весь прошлый год и начало этого, 10,5, 10,6 миллионов баррелей в сутки Россия добывает нефть, значит, она ее перерабатывает, экспортирует. То есть, по сути, те объемы, которые мы добывали и поставляли на мировой рынок, мы продолжаем добывать. Почему? Потому что российская нефть это примерно, в зависимости от года, 10-12 процентов мирового рынка. И те же самые американцы, для которых на выборах основной критерий успеха президента, если я совсем попрощу, является цена бензина, измеряемая в галлонах, на заправке, не знаю, в штате Техас или в штате Нью-Йорка. Заказняли штат Техас. И, соответственно, президент США не хочет, чтобы эта цена за полгода до выборов, или еще хуже, за месяц до выборов подскочила в два раза. Поэтому рискну сказать, что попытки каких-то ограничений, но не введение эмбарго на российскую... Окей, тогда как быть с этим сообщением? Вот готовился сегодня, открыл коммерсант, цитирую, с введением 14-го пакета европейских санкций, он летом должен вступить, 14-й пакет, ну вот плюс-минус, вот уже в эти сроки. Посмотрим. Индии могут грозить вторичные ограничения. Бизнес Индии, компании, ощущающие политическое влияние со стороны недружественных стран, которые, видя, что идет наращивание объемов поставок российской нефти в страну, начинают стимулировать индийцев к остановке взаимодействия. Это популизм, как вы считаете, или нет? Я думаю, что это просто вопросы такого психологического давления. Это вопросы... Часто это очень такие просто словесные призывы. Но, еще раз, на рынке господствует все-таки интерес. И никто не запрещает тем самым индийским компаниям приобретать российскую нефть. Это еще раз вопрос выдерживания потолка. И я сомневаюсь, что его можно отследить. Окей, Михаил Михайлович, а как быть с банками? Что я имею в виду? Банки, которые финансово оперируют всеми этими закупками, в нефтяной сфере, в других сферах. Потому что тоже были сообщения, что и на потребительском уровне, и на финансово-промышленном уровне банки даже дружественных стран... Не на потребительском уровне. Еще раз. На промышленном. Как раз, если это товар, не знаю, опять-таки, посуда, продовольствие, туристические услуги, турагентства же спокойно работают. В Турции никто эти платежи не останавливает. Любое крупное российское турагентство, ну, едут же, в прошлом году 3,5 миллиона или 4 миллиона российских туристов поехало в Турцию. Все эти расчеты осуществляются и сейчас поедут. Ведь никто же эти расчеты не останавливает в турецких банках. Проблемы возникают исключительно у тех предприятий, тех товарных групп или, в принципе, расчетов с Россией. То есть, некоторые банки в целом просто не хотят делать расчеты с Россией. Почему? Потому что... Это дружественные страны, та же Турция, не хотят. Тогда как быть, создавать какие-то российские филиалы банков в других странах и в каких странах? Как быть в этой ситуации, если... Антон, это достаточно деликатная тема. Основные проблемы расчетов связаны даже не только с товарными группами, подсанкционными товарами. Основные проблемы связаны с тем, что если мы возьмем российскую банковскую систему и возьмем топ-40 банков, то, по моим подсчетам, сегодня 32 из топ-40 банков находятся в санкционном списке США, так называемый SDN-лист. Ну и практически с какими-то исключениями находятся также в санкционном листе Евросоюза. Поэтому просто с этими банками, которые составляют 95% активов российской банковской системы, до начала военных действий на Украине составляли 95% всех расчетов в стране, с ними также не хотят работать. То есть возникает нежелание работать с конкретным банком, который просто в санкционном листе. Если ты с ним работаешь, соответственно, ты ставишь себя под угрозу вторичных санкций, хотя она пока все-таки преувеличена, мы пока не видим за редчайшим исключением ни одного финансового института, который под санкции попал. Но никто не хочет рисковать. Почему? Потому что ты туда попадаешь, у тебя практически бизнес останавливается по всему миру. То есть все расчеты в долларах, евро. То есть никто не хочет оказаться вот тем самым редким исключением, на примере которого будет продемонстрировано желание вводить вторичные санкции. А соответственно банки, которые относительно небольшие, они платежи проводят, у них есть свои корсчета, но у них просто не хватает мощности. Ясно, что это организации, соответственно, корреспондентская сеть, которых партнеры в других странах, объемы платежей, IT-системы, они не могут заменить соответственно вот эти банки. Поэтому... эта ситуация, когда банки дружественных стран отказывают в расчетах, она связана не с политикой, а с операционной деятельностью. Она связана во-первых с теми самыми товарными группами, с чем мы начали говорить, но второе связано с тем, что практически все финансовые организации, партнеры, которые работали и работают в России теперь уже на внутренний рынок, они как бы запретны для банков этих стран с точки зрения взаимодействия с ними. Понятно. И, казалось бы, те же самые турецкие банки, китайские банки, они могли бы расчеты в юанях или расчеты в турецкой лире делать с этими банками, поскольку это все-таки не американский доллар и не евро. Но они не рискуют, они не рискуют даже в нетвердых валютах делать такие расчеты, просто, еще раз, в опасение попасть в санкционный лист. И поэтому вот практически сохранившийся объем экспорта российского, импорта, который, как мы говорим, он все-таки в другие страны поставляется, он оказался без вот такой, можно сказать, капиллярной системы или просто кровеносной системы взаимных расчетов. и эту систему заново построить очень сложно, то есть она выстраивается, но для этого требуется время, во-первых, и во-вторых, требуется добрая воля с той стороны и уже не просто отдельных банков, а правительств, нацбанков, нацбанка Китая, нацбанка Турции, нацбанка, соответственно, Индии. А они, скажем прямо, не проявляют такого огромного желания взять и быстро наладить отношения, то есть создать какие-то альтернативные системы расчетов. Почему? Потому что, опять-таки, на них происходит определенное политическое давление и существуют люди, что они прямо так готовы рискнуть и из России выстроить какую-то индивидуальную систему расчетов. Нет, они тоже ведут очень такую осторожную политику. А как это охарактеризовать, то, что сейчас происходит вот в системе расчетов именно? То есть там осторожничают, тут пока тоже альтернатива никакой не создана. Вот как бы вы охарактеризовали, если так метафорично сформулировать, что у нас, вот если мы считаем, что наша система расчетов с дружественными странами, скажем так, с теми, кто санкции не применяют это человеческое тело, то у него тромбоз. У него тромбоз, то есть у него тромбы образовались по всем основным сосудам. ажная штука. Поэтому соответственно одновременно выстраиваются какие-то там, проводятся операции, где-то вставляются стенды искусственные, но это уже не в старых аортах, а какие-то ищутся новые кровепроводящие системы. это за секретная информация, что это за стенды. Дело в том, что, понимаете, когда об этом знают 3-4 предприятия, то постепенно это становится известно более широко и методы расчетов известны, но это действительно сейчас основная проблема даже не в этих санкционных списках, основная проблема сейчас российского бизнеса, если это проблема и государства именно в организации системы расчетов как за экспорт, так и за импорт. И здесь ситуация каждые 2-3 месяца она меняется, но она так и будет. Вы будете читать сообщения в прессе, будет осуществляться определенное давление, но рыночный интерес в конечном счете побеждает, если он не сталкивается с прямой угрозой существования. Поэтому будут узкаться другие механизмы, именно расчетов и поставок товаров. И товар, рыночный интерес, он всегда найдет свой путь. Просто это, к сожалению, когда мы говорим, найдет свой путь, это те самые дополнительные издержки, потому что как операция стентирования обычного человека, она, извините, стоит очень дорого, это очень дорогостоящая операция. вот-вот. А представьте себе, что вы должны много стентов поставить, еще поставить, а этот путь обрубается, вы должны искать еще один. То есть для всех нас, к сожалению, живущих в России и торговых партнеров, просто элементарные действия, элементарные поставки товаров, они стали и будут становиться дороже в силу именно и сдержат на преодоление вот этих санкционных ограничений и страха партнеров попасть под вторичные санкции. Скажите, вот не проще ли или возможно ли создать какую-то новую финансовую платформу там, ну скажем, на базе БРИКС, да? Такие разговоры идут, но... Просто создать какой-то новый финансовый расчетный инструмент, ну, с дружественными странами, которые входят в БРИКС, так скажем. Теоретически звучит красиво, практически это нереализуемо. Почему? Потому что, ну, стран БРИКС было до последнего времени пять, и это страны с совершенно разными экономическими интересами. Сейчас добавилось еще несколько стран, как мы знаем, хотя там до конца кто-то подтвердил, кто-то не подтвердил участие. У нас совершенно разные интересы. Во-первых, экономические. Разные интересы это не всегда плохо, просто я могу привести на примере страны, наш сосед Иран. Также большая страна, соответственно, мы с ней сейчас выстраиваем тоже торговые отношения, мы в данной ситуации целый ряд совместных проектов реализуем вместе, но если мы возьмем экономику Ирана, экономику России, то по сути это две нефтедобывающие страны, которые нуждаются в рынках сбыта своей нефти и газа, которые как раз санкциями ограничены доступа на рынки маршитостроительной продукции, соответственно, полупроводников, IT, соответственно, на рынок, например, самолетов, Airbus и Boeing не продают ни Ирану, ни нам новые самолеты. Соответственно, одни и те же проблемы. Ну и да, у нас там замечательно будет торговля с Ираном, но просто нам им поставлять свои основные экспортные товары, может быть, кроме минеральных удобрений, незачем, у них они есть свои нефть, газ, металлы, и Иран нам, конечно, может поставлять орехи, финики на несколько сот миллионов долларов, в самом лучшем случае какого-то продовольствия. Но потенциал этой взаимной торговли очень ограничен. И это просто я провожу в качестве примера того, что это совершенно разные страны, то есть по сути это такой вот клуб по можно сказать интересам с точки зрения координации своей политической позиции, но с экономической точки зрения все равно расчеты как шли на торговые на 60-70 процентов в долларах по миру и на 25 процентов на 20 процентов в евро. Они так и идут. Доля Китая сейчас увеличилась благодаря расчетам с России, но она составляет 2-3 процента мировых торговых расчетов. И в валюте рассчитываются не потому, что это какой-то политический жест, а потому, что рассчитываться в твердой валюте это как раз уменьшать те самые издержки, которые ты получаешь на этом длинной цепочке конверсий, нарушение может быть контрактных условий, то есть ты уменьшаешь свои издержки и ты не рискуешь, а любая другая валюта, вот та же турецкая лира, вот она взяла в прошлом году и обесценилась на 40% за год. ты рассчитался в лире, получил доход в лирах, ну и что, и ты разорился, потому что она обесценилась на 40%, а доллар так не обесценился за 23 год. То есть я хочу сказать, что для того, чтобы перейти к какой-то другой, даже там третьей расчетной валюте, четвертой, во-первых, нужен реальный интерес стран-участников, а их экономические интересы совершенно разные, у каждой свои, и это естественно. Во-вторых, для этого требуется евро, это требуется 20-30 лет, юаню потребуется еще 20 лет, чтобы занять эту позицию, и иене в свое время потребовалось, это десятилетие для того, чтобы валюта воспринималась как валюта торговых расчетов, как часть золотовалютных резервов, то есть это такой огромный, длинный процесс. Хочу вас спросить еще про внутреннюю ситуацию, касающуюся напрямую людей, вот то, что называется вот этот рост зарплат, революция зарплаты ее еще называют, которая произошла, почему революция, это просто сейчас рынок именно работника, но это все-таки не революция, это когда там, наверное, на 30% зарплаты в зарплату. Ну хорошо, да, но растут зарплаты. Бархатные эволюции. Хорошо растут. Да, вот растет зарплата, благодаря в том числе военным действиям, потому что, ну, во многом военные, видимо, ее стимулируют, этот рост зарплаты, потому что там 200 тысяч, раньше получали 60-70, сейчас зарплата уже 200, ну, по крайней мере, там, для военнослужащего. Насколько эта ситуация может быть опасной для экономики, потому что, ну, закончатся боевые действия, люди вернутся, и рост, и их требования к зарплатам, да, на рынке, он будет уже совершенно другой, чем раньше. Вот насколько этот, ну, так скажем, зарплатный рост опасен для экономики в целом, или он настолько частичен и касается только военного сектора, что в целом на экономику он не влияет? Вы сразу два вопроса задаете. Вторая тема, она даже более важна, может быть, как то, к чему нужно готовиться, к чему обычно наша страна была не готова, а это именно вопрос не мобилизации, а демобилизации, в широком смысле этого слова не только самих военнослужащих. Так вот, отвечай на первый вопрос, почему растут заработные платы? Потому что у нас наложилось несколько трендов, у нас сейчас уходят с рынка труда каждый год, если рассуждаем упрощенно, 2,2 миллиона человек, то есть просто уже по новым правилам, по новой пенсионной системе они просто уходят на пенсию. Уже старшие не работают, а приходят сейчас, оканчивая школу или вузы, примерно 1,2 миллиона человек, то есть мы каждый год в трудоспособном населении теряем 1 миллион, что для России с трудовыми ресурсами примерно 75 миллионов человек плюс-минус это большая для любой страны миллион человек это многое. Второе, вы сами сказали, у нас по официальным данным было призвано на контракты, соответственно находятся в зоне военных действий 200 тысяч, у нас там находится 500-600 тысяч человек, то есть это чистый вычет дополнительный из в общем трудовых ресурсов. Плюс не будем называть точную цифру, но она измеряется в сотнях тысячах людей, почему не будем назвать точную, потому что кто-то уехал после сентябрьской и октябрьской мобилизации 22-го года. у нас за границу еще уехало несколько сот тысяч человек, а может быть, те, кто там работали периодически в Россию приезжали, они решили там некоторое время остаться. Поэтому у нас очень большие потери, которые, кроме того, обычно компенсировались притоком мигранта в основном в то время как раз Украина, Белоруссия, Молдавия, потом уже из Центральной Азии и Закавказья, то есть Армения, Грузия. Для понимания в среднем у нас такой нетто-приток из бывших государств, бывших республик Советского Союза, государства СНГ, составлял от 450 до 600 тысяч в хорошие годы чистый приток. То есть это те, кто уже становились, не просто приезжали работать, а становились гражданами России и оставались здесь уже надолго. Так вот, мы понимаем, что последнее время в силу СВО, в силу обесценения рубля резкого в 2023 году Россия не столь привлекательна стала, как место работы. То есть еще ехать к нам продолжают, но я вас уверяю, что квоты дают европейские правительства. Правительство Италии дало квоту 15 человек гражданам Киргизии, пожалуйста, приезжайте, работайте. Правда, приезжайте не как граждане, естественно, а на полгода, на год работаете. еще еще две европейские страны дают гражданам Узбекистана, дают квоты на въезд. То есть за трудовые ресурсы есть борьба. И вот в этих условиях конечно нехватки соответственно работников, заработная плата, это способ выровнять рынок, предложение труда, спрос на труд. Спрос большой, соответственно, трудовых ресурсов не хватает. И спрос растет быстрее, чем предложение. очевидно. И он растет. И главное, что из того, что я сказал, он и будет в следующие годы. Ничего у нас не изменится. Это вопрос таких трендов, которые за один год ты не изменишь. Это то, с чем мы будем жить и в 25-м году, и в 26-м году. И об этом нужно думать и работать. Здесь также надо включать гораздо более, скажем, не разовые, а такие длительные меры. Вот нормальные миграционные политики, которые, я считаю, у нас просто в принципе отсутствуют в стране, к сожалению. До создания все-таки опять-таки не на словах. У нас многое сделано здесь, я могу сказать, что с точки зрения яйсель, соответственно, детских садиков, школ, то есть с точки инфраструктуры, а с точки зрения посмотреть на то, как мы можем создать условия для женщины, имеющей детей, все-таки совмещать работу и своей семейной обязанности или для мужчин. Сейчас это тоже становится и в нашей стране иногда модным, по крайней мере, в крупных городах. То есть это вопросы, на которые, если мы не дадим ответ, так у нас и будет поджимать стоимость труда. будет рост зарплаты дальше, если огрубить. Насколько это ведет к перегреву экономики и если это перегрев, то опасен ли он, если да, то как можно остудить эту ситуацию и какими средствами сейчас? инфляцию он вызывает, поскольку рост заработных плат это то, что безусловно вызывает рост стоимости продукта, где человек работает и, конечно, также рост цен. Но, с другой стороны, это создает такое нормальное изменение доли потребления, но это чисто экономический термин, я не буду в ваших углубляться, пугать. Зрители приучены, нормально. То есть, по сути, все-таки, если мы меньше, даже меньше относительно тратим на какие-то инвестиционные проекты, а на конечное потребление граждан государства тратим больше, то в целом, я, например, считаю, что это здоровые изменения в нашей экономике, которые, в принципе, идут на пользу. Да, это создает какое-то определенное инфляционное давление, но это нормально, потому что все равно это какой рост? Это рост заработных плат или реальных доходов будет в разных секторах, 5% он будет, пускай он будет даже 7%, это все равно не то, что, как мы с вами говорим, это не 10, 15, 30%, но мы с вами, все-таки еще одну тему не раскрыли, демобилизация, потому что вы правильно сказали, что будет, если там люди увольняются из армии, а точнее, разрывают контракты или заканчивают просто контракт, и они привыкли получать хорошие деньги? они привыкли, знаете, я не думаю, что там сто процентов что-то, так сказать, конечно, есть, набирают по контракту, но все желающие как бы идти на своего, рисковать за вот эти деньги, все-таки их далеко там третья даже четверть населения все-таки это тоже определенная категория граждан, которые все-таки играют со смертью и даже не только играют со смертью, а потом всю жизнь и это не только в нашей стране будут лечиться от последствий разных синдромов после боевых действий, так что это все-таки нельзя сравнивать с работой даже на тяжелом производстве в три смены, это все-таки разные вещи. Во-первых, во-вторых, если человек возвращается, не будем называть регион со средней заработной платой, у нас есть еще дочь по средней заработной плате и в 35, и в 40 тысяч, есть даже меньше 35 тысяч регионов, я не буду их называть, то ну а что, если он мобилен, пускай едет в крупный город, у него будет возможность работать или вахтово, или просто далеко не все к этому готовы, у нас же само по себе население, особенно в малых городах, оно маломобильно, то есть оно не склонно даже за хорошие деньги перемещаться, так что вопрос немножечко преувеличен с моей точки зрения, поскольку у человека будет опять-таки либо работа более низкооплачиваемая в своем регионе, либо он соответственно может поехать, сейчас еще раз заработные платы растут, работников не хватает и подработать в нефтяной регион или на какие-то новые предприятия, но вопрос-то шире, мы же понимаем, что рано или поздно военные действия закончатся, соответственно сократится оборонный заказ, он не должен быть в таком объеме, естественно, соответственно высвободятся, эти предприятия будут опять работать в одну-полтора смены, а не в три смены, соответственно, это не только высвобождение работников, это сокращение спроса на металл, сокращение спроса на продукцию в электронной промышленности, то есть в принципе вопрос в том, что само по себе окончание военных действий, да там есть, конечно, какой-то период пополнения запасов вооружений, техники и так далее, но в принципе это окончание означает гораздо более серьезное не только высвобождение занятых, не только на самой линии конфликта, на линии фронта, но и на оборонном секторе. И что делать? И целое, к этому надо готовиться, потому что это, во-первых, будет довольно резкое торможение сразу экономики, потому что экономика сейчас в известном смысле стимулируется и как раз производством обороны в секторе, но не только оборонного сектора, этих людей там кормят, соответственно производят для них одежду, то есть это достаточно ну конечно, те регионы, которые были бедными, вдруг стали богатыми. И мы просто проходили, Советский Союз проходил несколько раз такую резкую демобилизацию, если мы говорим в терминах именно вооруженных сил, то очень крупная она была при Хрущеве 56-й год, 55-56-й, когда одновременно Советская Армия была сокращена примерно на 5 миллионов человек в тот момент, 4,5-5 миллионов. Довольно резко, и это нанесло достаточно во-первых, серьезный удар по настроению в самих вооруженных силах, во-вторых, это тоже не было продумано и подготовлено с точки зрения просто куда эти люди едут, где они селятся, где они будут работать и так далее. Ну и мы прекрасно уже помним наше поколение, это вывод российских войск, прежде всего из Германии, ну в целом из Восточной Европы, 90-91-92-й год, это же было полтора миллиона человек, полтора миллиона человек, для них должны были построены быть военные городки, Германия в том числе в этом участвовала, но это не было сделано, как многие такие программы, в срок, и иногда люди также были просто выброшены реально в поле и условия их жизни, ГДР-служба была все-таки привилегированной для самих военнослужащих, и для их семей, и вот здесь такие события. К чему я это? К тому, что очень тяжелая и политически-экономически вещь мобилизация, но демобилизация в широком смысле, то есть прекращение военных действий и мысль о том, что с людьми, которые будут, что с предприятиями, которые здесь работают, она уже сейчас должна обдумываться, а я, честно говоря, нигде не вижу даже попыток задуматься об этом не в терминах, а то, что где будут работать люди с 200 тысяч на 50-60, вот это как раз на этом рынке все, рынок отрегулирует здесь и само поведение людей, а вот что делать с этой ситуацией дальше, это что, как я говорю, демобилизация, лечение, социальные услуги, тот самый поствоенный синдром, это уже сейчас должна, по идее, готовиться программа, так сказать, на подготовке к вот этой жизни после конфликта. Про серые зарплаты, возможность их возвращения, вот, поскольку вы как раз работали министром финансов в то время, и я помню, вы не можете не помнить, когда действительно вот в ходу были эти конверты все, сейчас это прогрессивно... В правительстве конвертов не было, все получали... Тогда еще не на карте, в компаниях это было, в фирмах, в компаниях, вот это прогрессивное налогообложение, сейчас повышение НДФЛ, да, это может снова привести ситуацию к серым схемам, к уходу от уплаты налогов и к тем самым конвертам, которые мы все генетически помним. Тезис понятный, но это как вот прогнозы, это всегда взгляд в прошлое. Нет, сейчас совершенно другая ситуация, почему? Во-первых, мы сейчас имеем реально одну из объективно самых все-таки совершенных, не с точки зрения самого законодательства, а с точки зрения администрирования налоговых систем. то есть налоговая очень хорошо видит не только все ваши доходы, налоговая, ну кроме отдельных рынков, я считаю, что она туда тоже должна зайти, кассовые аппараты, вы даже не догадываетесь, насколько налоговая служба хорошо видит всю ситуацию бигдата, бигдата, и у них отличная цода, несколько в стране распределенная, они все прекрасно видят, не, не, не сливают, не всю еще эту информацию используют, и слава богу, но, соответственно, все, все видно. Второе, риски, риски все-таки для тех категорий, о которых мы говорим, они велики, и мы видим, что налоговая служба, она, как бы каждый год выбирает какую-то сферу, вот именно с, не серыми конвертами, а с, ну скажем, такими схемами, такими, ну, например, там, фиктивный взорат НДС был, или выбирала, например, там, не знаю, сейчас пивную отрасль, или там, поставки зерна, и конкретно на нескольких примерах она, ну, заставляет предприятие платить больше налогов, потому что видит, что там достаточно серьезный уход, и я не думаю, что сами люди будут рисковать, и главное, что владельцы предприятия, вот это не вернется, что действительно важно в ситуации ведения прогрессивной шкалы подоходного налога, что уже сейчас очевидно неизбежно в следующем году, важны две другие группы, даже не работники предприятий, или учреждений, у нас достаточно уже большая категория самозанятых, за несколько лет эксперимент привел к тому, что у нас миллионы людей стали самозанятыми, и пэшников, которые в том числе используются как дробление бизнеса для целого ряда бизнесов. Так вот, там, напомню, 4% и 6% от оборота и неуплата, ну, это все налоги там, то есть социальный налог, как таково, он практически не платится. Так вот, когда будет подниматься соответственно шкала налогообложения для работников в предприятиях, учреждениях, то встанет вопрос с этими-то категориями, то есть сохранять для вот этих категорий упрощенные налоговые режимы, ну, по сути, льготные, которые есть сейчас, или и что с ними делать, это будет очень большой вопрос, потому что вопрос ну, той самой социальной справедливости и ну, просто разного уровня налогообложения, он в преломлении не внутри вот именно самих предприятий, а между теми, кто работают на предприятиях, еще раз, в организациях, такие таковых у нас порядка там 35 миллионов человек и вот этим режимным налогообложения ИП и самозанятых и бьет это больше по второй категории. По второй категории она, по идее, также не должна быть этим затронута, но упрощенные налоговые режимы, они будут подвергаться такому внимательному рассмотрению. Будет вопрос сохранять ли те самые 4 или 6 процентов или, например, сделать 6 и 8 условно, когда у тебя налогообложение растет в целом на других секторах, то, соответственно, это будет восприниматься как слишком низкое и несправедливое налогообложение. Это ударит, пока не ударит, но вот это любое движение, оно тоже вызывает вопросы как в сообщающихся сосудах. А что те, да, такие? Да, да. Когда, как вам кажется, Центробанк будет снижать ставку, которая сейчас очень высокая, 16 процентов и уже столько держится, есть ли для этого предпосылки, либо пока, чтобы не дать инфляции? Вы знаете, все ждали, что это произойдет, некоторые говорят, даже в первом половине года, уже, ну, большинство склонялось к тому, что июль месяц, пока, к сожалению, нет никаких признаков того, что инфляция замедляется. Пока инфляция сохраняется, если мы берем ее в таком годовом выражении, то это примерно, там, 7,5 процентов и 7,4 у нас было на декабре прошлого года, то есть инфляция остается достаточно высокой. Поэтому нельзя опускать ключевые ставки. Поэтому пока сейчас у Центрального банка, он, конечно, я думаю, и не будет ее дальше поднимать, но и серьезных аргументов для ее снижения нет. Только-только-только начали снижаться так называемые инфляционные ожидания населения, но это снижение тоже составляет даже не процент, а пока еще доли процента. И это основная опасность текущего года, что я имею в виду. Все так считали, что ЦБ ставку повысил до 16, вот через какое-то время инфляция будет задавлена, кредитование, вы сами спрашивали, остановится или там сильно замедлится, а пока ничего этого не происходит. А, экономика достаточно быстро растет, заработные платы растут, соответственно, инфляция остается на высоких значениях, хотя с прелести ради она дальше не растет. Но и не сильно замедляется. И поэтому, говоря кратко, даже июль, я думаю, это слишком ранние ожидания по снижению ставки. Это будет происходить позже. И очевидно уже, что в этом году снижение к концу года ставки до 10% ожидать сложно, что в лучшем случае это 12-13%. А значит, это будут и достаточно высокие ставки по кредитам до конца года. Единственное, кому хорошо, у кого есть свободные деньги, они вот могут, не рискуя, получать свои 15-16% по депозитам, кто находит такие для себя возможности в банках и в общем зарабатывать на депозитах. Но только я напомню, что у нас с декабря текущего года первый раз будет доход по депозитам также облагаться по нормальной ставке по доходному налогу, чего не было в нашей стране уже очень давно. Да, к разговору про вот это прогрессивное налогообложение, да. Я хочу еще раз спросить про курс рубля, в чем причина, что он стабилизировался, это та самая ставка, вот 16% позволяет. Он вроде стабилизировался, он начинал год в 90, а сейчас в 93, даже с небольшим, все-таки это 3-4% обесценения за 4 месяца развед мало. То есть вы считаете, что рубль сейчас не в стабильной ситуации находится? Рубль находится по сравнению с прошлым годом, конечно, гораздо более спокойной ситуацией, но он обесценивается, потому что когда правительство делало бюджет, Минэкономики, правительство, Минфин, они говорили, что среднегодовой курс рубля текущего года будет 90-91, а очевидно, что это уже не так, что это будет несколько более слабый рубль, что говорит, во-первых, опять-таки, как мы говорим, достаточно высокой инфляции, потому что это тоже взаимовлияющие факторы, во-вторых, значит, нам все-таки у нас недостаточно крепкий платежный баланс, то есть не хватает нам экспорта для того, чтобы финансировать импорт, и идет определенное то капитала по капитальному счету, и вот сложности как раз возврата валютной выручки, вот эти все проблемы с расчетами, это еще и затрудняет для экспортеров возврат валютной выручки в страну, продажу своевременную, это плохо, надо здесь работать с тем, чтобы все-таки было предложение валюты, твердой валюты, не только юаней на внутреннем валютном рынке. Про санкции спрошу, вот была новость про Фридмана и Авена, что сняли частично санкции, ну то есть старые санкции ЕС. На самом деле не сняли. Да, старые с них снял, но за тот период, когда снимали, субьились. Напоминает тот анекдот, что были деньги, хотел послать, будут, еще пошлю, но это такой ложная новость, то есть санкции как работали, так и продолжают работать. Да, ну за какие-то года сняли, а за то время, пока снимали, успели навесить новые, вот они работают. У вас есть здесь понимание, что действительно, ну люди, по крайней мере, там с президентом напрямую не ассоциирующиеся бизнесмены, да, могут в какой-то перспективе все-таки начать отыгрывать эти санкции, потому что все-таки прецедент уже есть, ну, ну, хотя бы вот там за какие-то годы с Фридмана и Авена эти санкции сняли. Это может все-таки вот это изменение самой риторики там и судебных решений Евросоюза привести к тому, что в какой-то перспективе будут и полностью отменены для какого-то круга бизнесменов санкции. Если говорить про ЕС, то есть прецеденты снятия санкции и мы видим, что все-таки Воложь, Тиньков, что судебные органы, что хорошо, что они все-таки руководствуются не только каким-то таким стандартным политическим решением, что они рассматривают эти вопросы по существу, что требует от Европейской комиссии все-таки каких-то обоснований по конкретным случаям. Но мне кажется, что вот какого-то такого системного решения не будет и такое серьезное снятие санкции все-таки если мы говорим о большом числе и людей, физических лиц, и предприятий, что самое главное, это будет какой-то постепенный скажем, такой механизм размена ты мне, я тебе уже после замораживания или какого-то решения по конфликту на Украине. Про золотовалютные резервы, то, что заморожено сейчас, как вам кажется, будет ли это действительно использовано в качестве облигации в пользу Украины или как Запад поступит с этим резервами? Ну, вы знаете, мое экспертное мнение, хотя последние годы показывали, что рациональные мотивы они не всегда побеждают, в общем, рациональная точка зрения прогноз легко может быть опровергнут. Так вот, мое точка зрения, что сами по себе золотовалютные резервы конфискованные наши не будут. То есть, идет речь о конфискации. Конечно, конфискация, прежде всего, это позиция США, поскольку в долларах у нас центральный банк держал очень мало резервов, и они почти не пострадали. Поэтому, как бы, американцы здесь выступают с призывом к другим, а сами конфискации и возможными ответными мерами будут затронуты в меньшей степени. Почему, я думаю, все-таки конфискации как таковой не будет? Прежде всего, в силу того, что это действительно, это говорит, например, та же Кристина Лагард, что это создает очень плохой прецедент с точки зрения международного права в финансовой сфере. Если конфискуют, то должен под это сделать достаточно серьезное юридическое обоснование, что против суверена будет сделать очень сложно. Если мы посмотрим в прошлое, что даже иранские золотовалютные резервы, а нацбанк Ирана к моменту революции 79-го года было около 30 миллиардов только золотовалютных резервов, и они долгое время держались американцами. Афганистан. Американцы вышли, 10 миллиардов долларов резервов нацбанка Афганистана, они тоже контролируют, но они не конфискуют и там, и там. Это замороженные средства, и более того, иранские авуары сейчас, несмотря на все конфликты, американцы потихонечку начали Ирану возвращать с определенными условиями. Поэтому сам по себе прецедент именно не просто ареста, а конфискации золотовалютных резервов, авуаров, нацбанков, по сути, нет таких прецедентов в мире, и поэтому я не думаю, что в итоге особенно европейские страны на это пойдут. Но это не значит, что нам их вернут. Опять-таки, опять-таки, это будет длительный период, то есть мы их с точки зрения практического использования, как потеряли в феврале 22-го, так мы их уже не можем использовать, и мы долгое время, они будут вот в таком замороженном состоянии. Поэтому вот с практической точки зрения, мне кажется, что этому вопросу уделяется слишком много времени. Мы не сможем их использовать еще там долгие годы. Мы их не... То есть они будут висеть? Они будут висеть, и опять-таки, это будет политика там, уступок, шагов с одной стороны, с другой стороны. Но у нас тоже есть, я там не буду все озвучивать, у нас тоже есть их гораздо меньше, но у нас есть активы определенные. Иностранные. Иностранные на территории Российской Федерации, то есть часть выпускаем, часть не выпускаем, и они, они измеряются не сотнями, но это десятки миллиардов долларов, то есть я не увеличивал бы всерьез там угрозы, которые у нас официальные лица говорят, что мы там ответим так же. Ответ в любом случае он может быть только симметричный, потому что у нас таких активов нету на территории, и активы иностранцев, они уменьшаются у нас, постепенно они выводятся за пределы Российской Федерации, но это будет после мирного решения на Украине, это будет предмет переговоров, а сейчас может быть какой-то процент, какие-то формы использования будут в интересах Украины, но это все-таки не конфискация. Вы верите в то, что кончится все-таки мирными переговорами? А любая война в итоге кончается миром, на каких условиях это тоже очевидно, что это произойдет. У вас есть понимание, понятно, что прогноз слова не употребляют? У меня нет пока понимания. Кто-то говорит там еще год, плюс-минус? Я думаю, никто это до конца не знает, но это нельзя говорить по времени, я думаю, просто это и в одной стране в России и в другой стране на Украине это должно быть уже такое массовое реально массовое ощущение, что продолжение военных действий оно не дает ничего стране, людям и только ухудшает положение людей, экономики и так далее. Вы в прошлый раз где-то чуть больше года назад с вами встречались, говорили о том, что когда у тебя есть страны НАТО с их совокупным экономическим бюджетом, довольно все понятно, что называется расстановка сил. Сейчас ваша точка зрения какая? Потому что с одной стороны с НАТО впрямую мы не сталкиваемся в боевых действиях. Были заявления Макрона, были заявления других чиновников, европейских президентов, но пока до этого слава богу дело не доходит. А дело не дойдет, потому что с самого начала и США, и это не фигура речи, и страны НАТО, они и не собирались участвовать напрямую в военных действиях, это их позиция. Они всегда говорили, что они будут помогать вооружением, деньгами, чего они и делают. Но напрямую участвовать, за исключением безусловно добровольцев, коих все-таки не такое большое число, и военных советников, и данных разведки, и так далее, они дополнительно сами участие не принимают. И понятно, почему не принимают, не вдаваясь в детали, есть абсолютно четкая доктрина, и это там не общие слова, что это опасение перевода конфликта из конвенциальной так называемой войны, то есть все-таки неядерными силами, это угроза перевода военных детских, непредсказуемого развития в сферу, где уже ядерное оружие может быть применено. если говорить про вас лично расскажите чем вы сейчас занимаетесь, потому что мы с вами встречались, когда вы ушли уже из открытия, там еще потребовалось целый ряд да, поскольку все говорят а где задорнов, я когда сказал, что вот с Михайловичем встречаемся, спроси где что сейчас, вот спрашиваю где что сейчас. Сейчас не все можно сказать, занимаемся бизнесом, бизнесом, но не в финансовой сфере, не в финансовой сфере, в эту сферу я пока не возвращаюсь, не все можно говорить, но это просто хотя бы дайте вектор, это консалтинг, это компания какая-то это и бизнес, это и консалтинг, то есть есть несколько проектов, которыми я сейчас активно занимаюсь. Государство вас привлекает как советника может быть своего или ну это отдельная тема, просто что такое государство, наше государство это в общем это не посторонний я здесь не буду сейчас вам в силу целого ряда соображений раскрывать нюансы в общем новостей нам не дадите в этой части нет, а возвращаясь если к вопросу мы бы не сказали с точки зрения как раз совокупной финансовой или там военной мощи страната с точки зрения поставок оружия но последнее решение же оно само за себя говорит вот конгресс проголосовал и выделил украине военную помощь в 61 миллиард долларов то есть это и деньги и вооружение на 61 миллиард долларов вот только со стороны сша это половина военного бюджета российской федерации всего бюджета содержание воиск вооружения армии оборудованным заказом 2023 года то есть все идет военный ресурс когда мы говорим под военным ресурсом я имею ввиду деньги вооружение современное оружие с точки зрения поддержки украины вот этими странами он с точки зрения вот именно сопоставления с ресурсом россии плюс даже там допустим некоторая помощь он безусловно не не сопоставим потому что ну соединенные штаты америки одна как страна это половина грубо всего глобального военного бюджета мира поэтому здесь но это только один из срезов другое это еще раз настроение людей это численность армии это много факторов но с точки зрения как раз именно именно вот такого военного потенциала а он он срез экономического потенциала страны здесь в общем за год ничего не могло и в этой связи все-таки тогда это кончится действительно мирными переговорами потому что это не может кончиться на поле боя это все равно кончится мирными переговорами но какие здесь будут условия это увидим я думаю что именно усталость с обеих сторон ну и какой-то все-таки стратегический расчет одной другой стороны они должны заставить в итоге или сесть за стол переговоров или просто как в свое время в 54-м году на корейском полуострове зафиксировать ситуацию по 38-й параллели то есть когда фактически фиксируется просто та же остановка сил которая есть на данный момент как вам кажется это вот в ближайшие годы все-таки произойдет даже исходя из экономической ситуации да сколько может это еще продолжаться ведь невозможно в десятилетие уходить в такого рода конфликте мы видим по 24-му году что Россия 24-й год может спокойно при сегодняшних темпах экономического роста в бюджете финансировать военные действия то что мы видим при этом социалку поддерживать я имею ввиду все социальные расходы на достаточно такой нормальной индексации и экономика у нас где-то в этом году только федеральный бюджет около 4 триллиона выделяет на различные там субсидии поддержку различных отраслей экономики 25-й как мы видим уже без повышения налогов не обойтись это уже должен быть шаг насколько как это уже изменение налоговой системы которая была более или менее стабильно получается 25 лет с 2001 года вот то есть ясно что экономически 24-й 25-й дальше надо дальше надо смотреть а на стороне Украины конечно здесь вопрос именно прежде всего кто будет воевать также ничем чем так сказать как мы видим помощь выделяется политические лидеры на Украине должны для себя взвешивать именно вот эти настроения в обществе спасибо вам огромное Михаил Михайлович спасибо вам еще раз поздравляю вас с днем рождения надеюсь в комментариях к этому видео вы тоже присоединитесь к нашим поздравлениям Михаила Задорнова спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»!